это уже Непал, да, соответственно, мы туда попасть не можем, но я думаю, что тут с Будой очень многое связано да, и насчет войны, значит, и там, вот Лумбини, вот где-то через границу, там у них есть собственная когловаста вот туда я ездил, и там то, что показывает дворец Тамбуды и так далее, он как бы совсем небольшой то есть по размерам он может быть, ну вот с этот участок хотя, с другой стороны, говорится, что для Будды был построен отдельный дворец, столица была здесь, а двойной дворец находился там ооо, как они все завопились а это... проснулись прям со всех сторон их тут много, да? это мусульмане? да, да нас окружают и история рождения Будды такова, что, наверное, все знаете, что в царице Мае приснился сон у них долго не было детей, и что в ее чрево вошел белый слон с шестью бивнями и, в общем, таким образом был зачат Будды, то есть он не зашел из небес тушито, это второе событие, так сказать, из двенадцати деяний, которые он совершал в этой своей форме и это произошло вот на полдороге от столицы, где жил отец, то есть и другой городок был откуда родом мать Будды, и вот на полпути в Лумбине и произошло чудесное рождение Будды, потому что он появился необычным способом, по-моему, из бока ну и там это было тоже такое вселенское событие, что собрались все боги, которые понимали особенности этого события ну и потом он вот здесь, наверное, поскольку здесь развалины гораздо более значительные, чем в непальском Кабиловасском это не времен Будды это не времен Будды, сейчас, и он провел здесь 29 лет, да, вы помните, что наслаждаясь в труду, точнее, сначала обучаясь всем искусственным наукам, потом веселясь в обществе всех своих многочисленных жен и наложниц и это прямо так и называется вот одна из биографий Будды и называется как-то а, благородные игры, да и, да, что касается этого места, то здесь в начале 20-го века были произведены раскопки и, по-моему, этими раскопками занимался такой немецкий археолог по фамилии Фюре Фюре, Фюре да и он печально прославился в истории археологии, потому что что-то он там раскопал, это было на самом деле а в других местах он просто подкидывал и фабриковал всякие древности и его в этом уличили, был чудовищный скандал просто по тем временам и, как бы, все его вот эти раскопки тем самым он поставил под сомнение но вот из этой ступы были извлечены какие-то невероятные действительно сокровища потому что есть фильм National Geographic они сейчас хранятся в музее Калькутты и это вот как бы все как описано вот реликвии, то есть какие-то изображения из кости очень много драгоценных камней то есть это был реальный солидный клад всякие там золотые пластинки и что-то еще и вот это вот все хранилось именно здесь но поскольку они значит оказались в музее Калькутты и на них можно посмотреть но в то время археология не использовала там вот эти вот всякие методы послойного снятия грунта там и в зависимости от этого установления каких-то многочисленных фактов потому что археология очень много основана вот именно на этом и просто как бы вот эти вот все ларцы и горшки в которых это хранилось там все как бы повытаскивали, рассортировали значит вот эти драгоценные камни вот золото, вот косточки и это просто показывает что это место считалось очень важным и естественно что что здесь хранились реликвии Будды одна из... восьмая часть была отдана как бы роду Будды и они здесь их заложили и вот как бы во-первых сам размер ступы и то что здесь находится только монастырей потому что вот эти постройки они монастырские то есть они уже возникли позднее и есть ли где-то там какие-то остатки домов или дворцов это в общем неизвестно я думаю что здесь просто они не производились и может быть когда-нибудь позже это будет сделано ну вот наверное то есть как бы вот важность места то что здесь все-таки была ступа говорит о том что что возможно здесь скорее всего и есть капиловад на территории Непала ступы нет на территории Непала ступы нет а там да, там просто какое-то тоже здание откопали но там нет вот такого четкого обоснования то есть там нет ступы с реликвиями что было бы логично потому что шаки точно получили восьмую часть реликвий они должны были там мы вчера даже нашли место где разделили остатки Будды там в деревне вчера вы ходили там как раз были шаки нет там буквально 200 метров что не найдено место где жил Будда не был ему дворец я считаю это нужно судить по собственным впечатлениям потому что Непальцы клеймят что они нет вот это место где золото есть что здесь но здесь я считаю что как бы более доказательно потому что здесь есть ступы здесь были религии и скорее всего здесь и была столица этих горных шаки очень зависим понятно спасибо Боря так что давайте еще гуляем